Советы богачек. То есть я советую провокации, но не все их могут себе позволить делать. Российский психолог-психотерапевт. Скажи ему, слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно. Специалист по семейным отношениям. Ну всё, будьте готовы к тому, что он пойдёт искать другую энергетическую груз. Ирина Богачек на Радио Болтком. Поэтому это такие некие лайфхаки. Даёт советы и отвечает на вопросы. Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами. А потом их раскроем. А потом их раскроем. Советы богачек. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решатся. И ещё раз добрый день, уважаемые слушатели. Да, действительно, начинается программа. Советы богачек. Давно мы не слышались, не связывались. Ирина Богачек, российский психолог-психотерапевт с нами на связи. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы неоднократно говорили о том, что вот эта вторая волна коронавируса, она оказалась очень коварной и, конечно, переносимой гораздо более сложнее, чем первая. И это ударило не только по здоровью, но и по психическому здоровью у людей. И многие отмечают, что если в начале пандемии можно было как-то заставить себе месяц, полтора, два, как-то поставить себе эти временные рамки. И тем более, что ещё впереди было лето. То есть какое-то ощущение, что ну вот чуть-чуть мы пересидим, и вот уже совсем скоро. Вот сейчас осенью и вот с наступлением зимы, и, во-первых, и световой день короткий, и люди становятся более какими-то агрессивными. И вот эти ограничения, всё новые и новые ограничения, которые появляются в их жизни, они приводят к серьёзным конфликтам. И, к сожалению, у многих людей это приводит к тому, что они выплёскивают эту агрессию, накопившуюся усталость и раздражение. Причём выплёскивают и на окружающих, и даже на своих близких. Вот сегодня мы хотели поговорить на тему домашнего насилия. Насколько это серьёзная проблема, вот именно, если говорить, в данных конкретных обстоятельствах? Ну, на самом деле проблема настолько актуальная, что вы даже себе не представляете, Олег. Вот у меня сейчас тотально в терапии, а я всё-таки практикующий психотерапевт, ну, сплошь и рядом или жертвы насилия, или сами насильники приходят в терапию. И сегодня я, кстати, о причинах, почему становятся насильниками, тоже немножко расскажу. Но это вообще, я не знаю, вот захватившая всех общая проблема, конечно же, ситуация, связанная с коронавирусом, она всё усугубляет. Потому что, по сути, люди боятся. И оборотной стороной страха всегда является агрессия. И на кого её выплёскивать, как не на своих близких. И, конечно же, очень много сейчас людей и разводятся, расходятся. И, ну, в общем, всё обострилось. Но на самом деле проблема домашнего насилия, она очень важная. И вы не представляете, вот сейчас я приведу цифры, они меня саму ошеломили, когда я, собственно говоря, готовилась к нашей программе. Недалеко, кстати, 28 ноября был день, посвящённый, всемирный день, посвящённый борьбе с домашним насилием. Потому что, по данным Всемирной организации здравоохранения, оказывается, каждая третья женщина подвергалась насилию в течение своей жизни. Каждые 20 минут кто-то становится жертвой насилия, но, к сожалению, только 10-12% обращаются в полицию, и считая это постыдным внутренним, каким-то семейным, что называется, ссор из избы не выносит. Но ситуация может усугубиться до такой степени, что, в принципе, может последовать убийство. И вы не представляете, от 12 до 14 тысяч женщин, кстати, и мужчин тоже, погибают в год. То есть одна смерть в 40 минут. Кошмар. То есть проблема колоссальная. Я даже не представляла, что такие цифры, честно вам скажу. И сегодня как раз я и хотела бы раскрыть этот феномен, потому что, в принципе, современное общество, оно подвержено вот такой вот культуре насилия. И очень часто общество как раз поддерживает какого-то агрессора, тирана и обвиняет жертву. Так называемый социальный, вы знаете, стокгольмский синдром. Лучше я поддержу тирана, чтобы не стать той жертвой, которую будут унижать, смогут растоптать и так далее. Это очень важное социальное явление. И вот сейчас, на самом деле, мы смотрим в мире две стороны. С одной стороны, вот то, о чём я сказала, а с другой стороны, сейчас выступают на позицию жертвы, поддерживают её. Ну, собственно, мы смотрим, что сейчас творится в Америке, связанное как раз с этим насилием. Но мы всё-таки в большей степени про отношения. Я всё-таки семейный психотерапевт. Вопросы политики вмешиваться не буду. И расскажу о том, в чём же суть насилия. То есть да, мы все подразумеваем под насилием некое жестокое обращение. А по сути, что такое насилие? Это упоение властью, удовлетворение потребностей насильника в порабощении другого человека. То есть, по сути, это, знаете, такое мета-послание. Ты никто, звать тебя никак. Как твои интересы и потребности меня совершенно не интересуют. И я буду делать с тобой всё, что хочу. И вот каким-то удивительным образом жертва всегда находит своего насильника или насильник находит свою жертву. И не все люди могут попасть в такие отношения. Здесь должны быть, конечно же, психологические предпосылки. Сегодня я о них расскажу. Ну, если мы вообще рассмотрим виды насилия, то, конечно же, оно существует не только физическое, когда... Ну, рукоприкладство, да, такое, да. Да-да-да. Есть, конечно же, насилие эмоциональное, когда оскорбляют, унижают. И тоже я об этом сегодня подробно расскажу, потому что оно даже может быть такое, знаете, скрытое. Вроде как я... Это всё же для твоего блага, для твоей пользы. Я ничего не хочу плохого тебе сделать и так далее. А человек всё хуже и хуже себя чувствует. Или, например, очень часто бывает насилие экономическое. То есть когда женщины зависят от своих партнёров, например, у них уже достаточно много детей в браке, 3-4. Вот на моём клиническом опыте с двумя парами я такими работала, когда мужчины... Вот чуть что провинилась жена, что-то там, я не знаю, суп какой-то не тот приготовила, не доследила где-то и так далее. И они начинают наказывать их финансово. Вплоть до того, что блокируют их карты, отбирают автомобиль. Но один выдающийся случай, одну женщину, он вообще выставил жить к своей маме, а сам с четырьмя детьми остался жить в доме. А я говорю, а как же он... Где мама, куда он её отправил? Популяйте в санаторий, что ли, и так далее. Ну и только к Новому году они примирились и по-прежнему живут. И я сегодня тоже об этом буду говорить, что да, даже несмотря на насилие, жертвы очень редко уходят от насильников. Очень редко. Ну, конечно, отдельной статьёй является сексуальное насилие. Когда партнёр говорит, послушай, есть супружеский долг, есть влечение. И, кстати, знаете, так вот превращает это в такой романтический флёр. Говорит, ну ты такая сексуальная, но я ничего с собой поделать не могу, поэтому страсть меня накрывает, и я вот хочу тебя. Ничего поделать с этим не могу. И тоже совершенно недавно у меня в терапии был такой пример, когда девушка рассказывала о том, что муж без конца заставлял её носить короткие юбки, наряжаться в короткие платьицы. Она говорит, ну послушайте, мне уже за 40, я не могу. Ну что это такое? А у него, он прямо говорил, во всём остальном ты выглядишь старухой, унижал, оскорблял. Ну и вот бесконечное это сексуальное насилие под предлогом того, что ты такая привлекательная, замечательная, и я тебя хочу. Ещё она говорит, я всё время чувствовала себя куклой. Ну, слава богу, у неё как раз вот хватило силы воли во всяком случае отказать ему хотя бы в сексуальном насилии, в эмоциональном, в другом ещё пока, в общем, она не смогла разобраться, но хотя бы здесь. И как надолго будет, не знаю. То есть что по сути получается? То есть насильник обезличивает жертву, то есть он превращает её в свою собственную вещь, с которой я могу делать абсолютно всё, что угодно. И для того, чтобы понять, случайно не попали ли вы в такие отношения, я сейчас расскажу про звоночки, то есть какие-то симптомы, на которые обязательно нужно обратить внимание, потому что если по совокупности вы получите большинство этих симптомов, то, возможно, вам потребуется помощь. Потому что, как правило, сам человек не справляется. Потому что я просто вот... Да, я хотел просто сказать, что ведь наверняка ведь это насилие проявляется не внезапно. То есть вот вчера там осыпал цветами и всячески, ну, чтобы добиться расположения, а на следующий день вдруг... То есть это происходит, наверное, как-то постепенно. То есть вот появляются вот именно эти симптомы какие-то в отношениях, которые дальше, значит, будут только усугублять ситуацию. Именно. Вы абсолютно правы, Олег. Но вот прям сценарий этот дословно я расскажу буквально немножко попозже. После того, как освещу эти сигналы, действительно, насильник вначале, ну, что называется, сама душевность, само благо. И здесь как раз, кстати, очень важным звоночком будет, если вам моментально предлагают, например, выйти замуж, то есть оформить отношения. И вот с одной стороны, я раньше думала, ну, как замечательно, мне одна девушка рассказывала, со мной вместе училась в университете. Представляешь, вот я ехала в метро к бабушке, на ступеньку ниже стоял молодой человек с букетом. И вот он обернулся и поцеловал меня, говорит, щечку. У него родинка на щечке была. И подарил мне этот букет. Я говорю, послушай, ну, наверное, букет этот предполагался не мне, предназначался не мне. А он говорит, нет, ты знаешь, я искала тебя всю жизнь, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Она говорит, вначале я растерялась, да, но потом меня подкупил такой жест, все-таки все, особенно барышни, мы все верим в первую любовь, да, любовь с первого взгляда. И она согласилась. К сожалению, уже родив троих детей, история оказалась как раз вот такой печальной. Это не значит, что все истории, которые так начинаются, обязательно приведут к отношениям насильник жертвы. Но действительно, вначале насильник может завораживать, он красиво ухаживает, он говорит замечательные слова, он говорит, что я искал тебя всю жизнь. 24 часа на 7 он с тобой на связи, он уже тебе рассказывает, где, в какой комнате будет стоять кроватка ваших детей и так далее. Ну, а вначале все-таки я сейчас хотел бы про звоночки поговорить. Если вы живете или встречаетесь с человеком, но вдруг начинаете подмечать, что, например, его потребности гораздо важнее, чем ваши. И вы ходите в те рестораны, в которые хочет ходить ваш партнер, вы смотрите те фильмы, которые хочет он, вы, в конце концов, вынуждены выглядеть так, как нравится ему. И, ну, в общем, вы предпочитаете помалкивать для того, чтобы не нарушить вот эту кажущуюся гармонию. Но постепенно вы начинаете внутренне ощущать, что что-то не то. Ну, например, почему-то вы перестали общаться с друзьями. Раньше у вас было очень много друзей, а теперь куда-то они все испарились, потому что все время вы должны уделять своему партнеру. И не факт, что вы проводите это время полноценно. То есть вы можете ругаться, скандалить, выяснять отношения, вообще сидеть по разным комнатам. Более того, очень показательным является следующий момент, когда ваш партнер почему-то начинает якобы ревновать вас к родственникам. То есть говорит, слушай, меня достала твоя мама, папа, сколько в конце концов они могут вмешиваться в нашу жизнь, у нас свои отношения, своя семья, давай-ка ты будешь поменьше вообще с ними взаимодействовать. И вы, конечно же, хотите сохранить благополучие, которое существует между вами и стараетесь не конфликтовать. То есть вы начинаете думать, ой, да лучше я вообще не буду там ничего говорить, да зачем нам этот конфликт, да потом больше энергии потрачу на то, чтобы помириться. И таким образом ваше мнение, оно куда-то, вот вы знаете, уходит на второй план. А постепенно вы начинаете понимать, что а вроде как и вообще моего мнения нет. И вы вообще не осознаёте свои чувства, свои потребности. А что же я-то хочу на самом деле? А что мне интересно? Очень важный момент, когда ваш партнёр вдруг первый раз, а потом всё больше и больше подвергает вашу жизнь опасности. Например, несётся на бешеной скорости, сидя за рулём, вы сидите рядом, и вы вдруг понимаете, что вы даже боитесь ему сказать о том, что, слушай, снизь, пожалуйста, скорость, потому что вот опять же боитесь этого конфликта, потому что, когда вы один раз попробовали это сделать, он ещё больше выжил педаль газа и помчался на бешеной скорости. Вы думаете, ой, лучше не буду. Или, например, он едет за рулём и смотрит моментально в гаджет, да, и отвечает там кому-то. И вы понимаете, что он теряет управление, а сказать тоже ничего не можете, потому что вот боитесь. Очень важным моментом является, что вы начинаете чувствовать усталость. То есть вы с утра встали, и вообще нет абсолютно сил. Казалось бы, гармоничные отношения, наоборот, они должны ресурсировать, поддерживать, да, то есть чтобы вы наполнялись. А здесь вы не можете выполнить какие-то элементарные вещи, то есть с которыми раньше вы справлялись, ну, вообще прекрасно. Ну и, конечно же, вы против своей воли занимаетесь сексом, потому что, ну, вроде как это надо. Вроде как, если вы не будете это делать, то ваш партнёр может уйти, что называется, на сторону. И, конечно, когда вы получаете какие-то оскорбления, обвинения, а сейчас я скажу, как они могут выглядеть, вы всё время прощаете, 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 и думаете, ну, ведь в большинстве случаев у нас всё прекрасно, всё хорошо, что же я буду вот тут вот своими какими-то непонятными историями портить наши прекрасные отношения. И таким образом всё больше и больше и больше накапливается, и человек попадает, в принципе, в ловушку. Ну, а как же, а, ещё вы чувствуете, что надо скрывать. Почему-то вы перестаёте доверять своему партнёру, перестаёте рассказывать про какие-то свои желания, мечты, или какие-то вот секреты, которые там с вами произошли, потому что вы его просите, например, пожалуйста, не рассказывай никому, это ну вот очень личное. Уже через какое-то время оказывается, все там и родственники, и знакомые это знают, и вы думаете, что ж такое, или вам нет дела, или партнёр как-то, но вот это всё время сомнение, а правильно ли я делаю, может быть, причина во мне, вот это вот очень важный сигнал. А что делает ваш партнёр? И это тоже может, в общем, являться очень таким вот ярким сигналом того, что что-то с вами происходит не то. Самый главный критерий вот абьюзера, то есть человека, который производит это насилие, это контроль. То есть тотальный контроль. То есть под предлогом заботы и опеки человек проверяет ваши телефонные звонки, читает ваши смски, узнаёт, где, куда вы пошли, с кем вы встретились. То есть досконально. И если, не дай бог, ты вообще как бы сказал, что придёшь во сколько, а приходишь во столько, ты получаешь колоссальный скандал, опять же, под предлогом того, что я же забочусь, а вдруг с тобой что-то случилось. Насильник всегда обесценивает достижения. То есть когда ты ему рассказываешь, ты знаешь, я и вот это, и вот это, он говорит, ну ничего такого удивительного, так в принципе каждый может. Или такие, знаете, колки и какие-то обвинения, а в принципе по сути унижения. Ну например, ну что тебя просить, ты всё равно не сможешь это сделать, там у Мишка слабоват у тебя. Или например, ну а что ты, вот ты только и можешь нянчить детей, какой карьерный рост. Ну к сожалению, не всем это дано, поэтому пожалуйста, сиди вот тут, занимайся детьми. Он, очень важный момент, он может часами не разговаривать с вами. Вот знаете, такой игнор, типа он обиделся, что-то вы там сделали не то, вы даже не понимаете, что вы сделали не то, а человек отворачивается и не разговаривает с вами. И обидевшись, он как раз лишает вас денег, общения, совместного какого-то досуга и так далее. Очень много, всякие разные шуточки и колки, шуточки в ваш адрес, например, ой, что-то ты стала жердяйка, а когда вы говорите, как, что, а он говорит, да ладно, ну что ты, что ты так бурно реагируешь, это вообще исключительно твои проблемы, что-то такая обидчивая, видимо, там тебя родители в детстве недолюбили, то есть опять же делают виноватой тебя, или ставят ультиматумы. Если ты не сделаешь вот это, ты не получишь вот это. Или я тебя люблю, но ты должна вот это, вот это. И вот когда возникает вот это слово «должна», то есть по сути вас делают, как сказать, наёмным рабочим. То есть оказывается, за любовь вы что-то там должны. Это, конечно, ну такой знак очень-очень, ну такой показательный и бесконечное обвинение вас. Вот, например, что-то он совершил, вот даже, да, ужасного, например, изменил. Он даже не скрывает, вы знаете, не считается с вашими чувствами, опять же, прикрывая это тем, что, ну, должны быть правдивые отношения. Да, я вынужден тебе сказать, что вот у меня, допустим, появился роман на стороне, а может быть даже и ребёнок. Абсолютно не считаясь с вашими чувствами. И дальше начинает обвинять вас. А ты знаешь, это ты виновата, потому что ты не давала мне тепла, ты не давала мне то количество секса, которое мне было необходимо. Ты вообще была не мой человек. Ты не дотягиваешь до меня, допустим, там по уровню развития или образования и так далее. Поэтому, да, это ты меня толкнула на то, чтобы вот у меня возник роман на стороне. И что ты теперь хочешь? Может быть, стоит задуматься, может быть, стоит что-то поменять для того, чтобы ещё раз такого же не происходило. Но если это случилось один раз, будет ещё и ещё и ещё. Ой, какие прямо вообще рисуются картины, честно говоря, да, таких... Ну, не совсем, кстати, такая традиционная, наверное, у многих наших слушателей может возникнуть эта картинка абьюзера, потому что всегда представляется, ну, насильник – это какой-то там, не знаю, там, условно говоря, небритый, там, увлекающийся алкоголем, там, какой-нибудь чернорабочий, который, приходя домой, поколачивает жену. Но, в принципе, вот мы видим, что может и даже в интеллигентных семьях происходить нечто аналогичное. Конечно же, конечно же. И если, я говорю, главный критерий следующий. Если тебе кажется, что всё нормально, а физически, эмоционально ты чувствуешь себя подавленным, значит, тебе это не кажется. Значит, сто процентов ты попал в такие отношения. У нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вот краем уха слушал, ну, так, полуха. А потом как-то даже заслушался. Даже очень интересно стало. Ну, мне режет слух, что вы говорите от имени женщины. А ведь, по большому счёту, то же самое, наверное, женщины могут совершать над мужчинами. Как бы, примеры-то у вас все такие, как будто именно он насильник. Ну, понятно. Не женщина. Спасибо. Ой, замечательный ваш комментарий. Спасибо огромное. Конечно же. И я в самом начале нашей программы сказала, и сейчас я расскажу два клинических случая. И женщины точно так же могут являться абьюзерами, и хардовыми манипуляторами, то есть такими жёсткими манипуляторами. И в моей практике было два случая. Один случай про женщину. Она была доктор, терапевт, а супруга её был главврач в той же больнице, в которой работала она, и он был хирург. Очень уважаемый человек. И вы не представляете, то есть не хирург, а анестезиолог. Анестезиолог. Вообще, по статистике, именно анестезиологи среди врачебных специальностей больше всего склонны к суициду. Вот, ну, такова статистика. И, конечно же, к агрессии. И вы не представляете, каждый раз, когда у него происходили какие-то там неприятности на работе, а он ещё и административную функцию выполнял, он был главврач в больнице, то есть он наносил ей телесные повреждения, он бил её. И никто даже в клинике подумать не мог. То есть на людях это была абсолютно идеальная пара, и никто не подозревал, что у неё под белым халатом, извините, все руки и ноги в синяках. А другая история, мужчина-архитектор пришёл ко мне в терапию, вот реально сидел и плакал, он говорил, Ирина, я не знаю, что делать, потому что его жена была жуткий абьюзер. Он, как архитектор, что называется, купился на красоту. Влюбился в барышню, она работала моделью, и, ну, с течением времени, вообще, модельный век короток, вы же понимаете. И уже всё меньше и меньше стали её приглашать на показы и так далее. Она начала выпивать. И вот, когда она напивалась, она не находила ничего лучшего, как бросаться на него с кулаками, а он достаточно интеллигентный, петербургский мужчина, не мог дать ей, что называется, ну, сдачи. Ну, просто это в его парадигме невозможно было. И уж с чем она только не бросалась на него. И со сковородкой, он, говорят, один раз носилась. Спустила потом какой-то кастрюли, в которой пироги пекут. А один раз она даже схватила нож, он говорит, я вынужден был вот так за нож её схватить, порезал руки. Вот. То есть он без конца был в синяках, и он допоздна засиживался на работе, чтобы вот она напилась, уснула уже. И он приходил домой и не видел вот этих пьяных разборок. И вы спросите, а почему же он от неё не уходил? А потому что каждый раз она манипулировала и говорила, если ты уйдёшь, я покончу жизнь самоубийством, и это будет на твоей совести. К сожалению, да, в анамнезе у этого мужчины была история с мамой. Мама умерла, когда ему было 12 лет, от рака. И вот эта потеря близкого человека, в данном случае, она такое уязвимое место в психике. И вот эта барышня без конца как раз попадала в это тело боли. И он боялся, что действительно она может такое совершить. Но при помощи специалистов, не только я там работала, в общем, он вышел из этих отношений. Правда, вот сейчас я недавно слышала, что он тоже немножко стал алкоголизировать. Вот, возможно, всё-таки последствия даёт о себе знать. И женщины действительно могут быть абьюзерами финансовыми. Если, допустим, мужчина от них зависит финансово, могут заставлять что-то делать. И сексуальными абьюзерами. Но в данном случае тоже много таких историй знаем. Да, поэтому огромное спасибо нашему слушателю за такой комментарий. Ну и теперь наш всё-таки сценарий насилия жертвы. Как же он выглядит, этот сценарий? А он очень понятен, закономерен и цикличен. Вот что самое главное. То есть он повторяется из раза в раз, из раза в раз. Начинается всё как раз с того самого доверия и расположения. Всё замечательно, всё прекрасно. Вообще мы нашли друг друга. Или там я искал тебя всю жизнь и так далее. А расположение к себе – это красивое ухаживание. Ещё раз повторю, это и мужчина, и женщина может так же себя вести, завораживать, околдовывать, такую кошечку из себя изображать, о которой там, я не знаю, мечтают все мужчины. Такая домашняя, сексуальная, в то же время интересная, возможно, прекрасный профессионал в чём-то и так далее. Дальше постепенно начинается как раз вот эта критика и унижение, про которые я уже чуть ранее сказала. И это ты делаешь не так, и вот это у тебя не то, и здесь ты не дотягиваешь, и здесь, ну что с тебя взять, это ты никогда не сможешь. И постепенно у человека начинает создаваться впечатление, что да, действительно, наверное, я вот как-то, ну, может быть, не дотягиваю. И раз я не дотягиваю, появляется страх. Ой, не дай бог меня этот партнёр бросит, может быть, я вообще никому такая и не нужна, или такой не нужен. Дальше насильник начинает изолировать от друзей и близких. Говорят, что твои друзья не такие, твои родственники не такие. И очень часто используют такое явление, которое называется гаслайтинг, когда тебе говорят, что это ты придумал, это с тобой что-то не в порядке, на самом деле всё хорошо, а это всё твои выдумки. И человек начинает думать, а может быть, действительно, это я у меня или невроз, или там какое-то переутомление, может быть, это я что-то делаю не так. И начинает сомневаться в своей нормальности. Вот это вот явление гаслайтинга очень популярное, часто его как раз насильники используют. Ну и затем, конечно же, что происходит? Тот самый эмоциональный эпизод, в который возникает вот эта агрессия. То есть, ну, например, избивает. Избивает партнёр свою жертву. И казалось бы, ну и поставьте на этом точку и разойдитесь. Ничего подобного. После этого наступает как раз тот самый медовый месяц, когда насильник клянётся тебе верной любви, говорит, что это вообще случайность, что вот этого никогда больше не повторится. И он тебя так любит, жить без тебя не может. И начинает, ну, если у него есть финансовая возможность, задаривать тебя подарками. То есть, покупает тебе, я не знаю, там, ну, в общем, короче, всё, что ты хочешь, и даже больше. Может быть, даже везёт на курорты куда-то для того, чтобы сменить обстановку и как бы начать всё с нового листа. А ещё очень часто вот на что попадаются эти барышни, говорят, давай начнём новую жизнь и родим нового ребёнка. И он будет как, ну, таким символом наших новых отношений. И вот как только барышня или мужчина, неважно, ну, я от лица барышень, да, рассказываю, принимает вот те самые подарки, дары, всё, ты попал в ловушку. Потому что ты должен понимать, что люди не меняются. И каждый раз круг и агрессия будут сильнее, срок будет меньше между вот этими эпизодами. Потому что, к сожалению, как говорил великий Зигмунд Фрейд, степень насилия регулирует мазохист, то есть жертв. Вот сколько ты позволишь, столько будет проявлять тебя насильник. И вот эта вот цикличность, она без конца. Без конца. У нас просто сейчас ещё, может быть, один звонок, если он по теме. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Да, пожалуйста. А вот я не знаю, я вот слушаю, но я почти не сталкивалась с насильником. Но у меня такое впечатление, что всё-таки у насильников тоже с психикой не всё в порядке. А вот что с этим делать? Как его показать, например, врачу? Может быть, действительно ему лечиться надо? Спасибо. Конечно, спасибо вам огромное. Как раз вот я сейчас и перехожу к этим вопросам, почему жертвы так себя ведут и не уходят от насильника, и почему насильники себя так ведут, то есть становятся теми самыми агрессорами. Итак, каковы же причины? Очень часто жертву обвиняют и говорят, что ты сама виновата или сам виноват. И это такое социальное явление, которое называется обвинение жертвы. И совершенно недавно, вот как раз в России был скандал в мире шоу-бизнеса, вот когда девушка не поддержала жертву насилия, сказала, что она сама виновата, и за это её лишили очень большого титула. Ну, здесь не буду имена называть, но действительно громкий скандал. Чаще всего, конечно, в психологической основе жертвы лежит неблагополучное детство. То есть это родители, которые либо сами между собой без конца ругались, ребёнка вовлекали в эти истории. И вот ребёнок, например, видел, вот они ругаются, дерутся, практически убивают друг друга, а потом любят, целуются, едут на курорты, всё замечательно. И по отношению к ребёнку то же самое проявляют. То вначале на него кричат, ругаются, унижают, обзывают, а потом говорят, ой, прости меня, пожалуйста, ой, я тебя так люблю, давай мы тебе что-нибудь купим, и то, и то, и то. И в итоге у человека нет реальной картины, как правильно. И когда он во взрослой жизни попадает в такие отношения, ему кажется, что это нормально. Ну, родители так себя вели, ну, они же действительно меня любят. И вот отсюда как раз вот эта вот формулировка «бьёт, значит, любит». Нет, если бьёт, значит, не любит. Это надо запомнить на всю жизнь. Ну, как я сказала, они уходят по причине обвинения жертвы. То есть социум будет осуждать, что ты сама виновата, ты плохая мать, жена и так далее, некуда идти, кто тебя поддержит. Финансовая зависимость. Конечно же, насилие запускает ряд таких защитных механизмов. Здесь я как психоаналитик немножко скажу. Это такие механизмы, как диссоциация и расщепление. Сейчас объясню, что это такое. Диссоциация, когда всё травматическое, как бы отодвигаю от себя. То есть я смотрю на это со стороны. Вроде как это и было, а вроде как и не было. А расщепление, когда вот он, с одной стороны, агрессор, который наносит насилие, а с другой стороны, он же хороший, он отец, он любит, он дарит мне подарки и так далее. И вот это расщепление на две части и невозможность совместить, оно как раз не даёт вот этой полноценной картины. И тем самым вызывает у жертвы ужаснейшее чувство – это надежду. Что последнее остаётся у человека – это надежды. И вера в то, что всё может измениться. Что если я подстроюсь, если я буду другой, если я буду делать всё то, что… всё, о чём просит меня партнёр, значит, 100% я смогу изменить ситуацию. Не сможете, потому что у насильника такие же глубочайшие психологические травмы, которые никогда не сделают его добрым волшебником. И среди причин, почему становятся насильниками, это следующие. Конечно же, насилие в детстве. Или насилие в детстве не только со стороны родителей, близких. Это насилие могло быть со стороны одноклассников. То есть, например, какой-нибудь такой вот, знаете, ботаник, ребёнок, которого гнобили в классе, чаще всего вырастает. И если он или профессию себе выбирает какую-нибудь вот такую, где можно, например, лицензированное это насилие совершать, например, вот хирургом быть и так далее, либо действительно начинает унижать своего партнёра. И очень важный такой механизм здесь срабатывает. Он называется идентификация с агрессором. То есть для того, чтобы мне было не страшно, я стану таким же, как этот агрессор. И это выстреливает уже, в общем-то, в подростковом, юношеском, взрослом возрасте. И вот этот механизм не убрать никуда, потому что он заложен вот там, в детстве, в детскую психику. Понимаете, что называется, как с молоком матери. Никак вы оттуда этот механизм не уберете. То есть его не перевоспитать получается человека. Нет, невозможно. Что бы ни происходило. Какой бы партнёр рядом ни оказался. Если партнёр сильный, что? Он даст сдачу. И скажет, знаешь что, до свидания. Если партнёр слабый, вот с теми чертами жертва, о которой я сказала, конечно же, жертва попадёт к нему созависимость. Поэтому насильники всегда очень хорошо чувствуют свою жертву. Они моментально вылавливают и пытаются закрепить её рядом с собой. Почему говорят сразу, давай поженимся, посмотри, как у нас всё замечательно, как у нас всё хорошо. И это, конечно же, подкупает. Вопросов нет. Очень часто в основе причин, вот почему становятся насильниками, является, конечно же, поведение родителей. Опять же таки, дети учатся не по слову, по подражанию. Если один из родителей относился ко второму так, то, скорее всего, и ребёнок перенесёт это же в свою взрослую жизнь. А вот какой ещё удивительный механизм, вот именно с ним я сейчас, кстати, работаю, это когда ребёнок потерял в раннем возрасте маму, в возрасте там до трёх лет. И, например, его воспитывали, даже если его прекрасно воспитывали, хорошо воспитывали, заботились о нём. Но вот это понимание, что потери близкого человека приводит к тому, что насильник до такой степени боится потерять свою жертву, что если она от него уходит, убегает, чаще всего убийства как раз совершаются, когда жертва уже ушла. И вот эта потеря близкого человека и страх испытать ещё раз эту же боль приводит к тому, что лучше я её убью. Да не доставайся же ты никому по этому принципу. Ну, конечно же, может быть причинами маргинальная среда и так далее. Но я всё-таки как психолог именно про такие психологические механизмы. Ну и теперь, конечно же, осветив все эти моменты, я хотела бы перейти к советам богатчиков. Всё-таки так называется наша программа. И очень важный момент скажу я перед советами. В социуме насильник кажется исключительным, замечательным, обаятельным. По отношению к нему вообще ни один человек не может сказать плохого слова о нём. Совершенно недавно я экспортировала как раз тему насилия на очень громкий скандал в России мальчика. Шестилетнего украл насильника и два месяца держал в подвале. И вот опрашивали соседей, свидетелей, друзей, институтских и так далее. Все сказали, да вы что, он такой замечательный парень, 28 лет ему было. Мы даже подумать не могли о нём, что он может быть насильником. Вот. И советы богатчика у нас следующие. Ну, во-первых, будьте внимательны. Насилие, как я уже сказала, может скрываться под разными масками. Это не обязательно кулаки. Это могут быть какие-то обвинения, оскорбления, оскорбления, любая форма контроля, да, когда вот всё это читают, перечитывают, куда ты ходишь, без конца контролируют, любое ограничение свободы, не общайся с родственниками, не общайся с друзьями и так далее. Всё это, в принципе, нарушает твои границы, а в нормальных гармоничных отношениях это категорически недопустимо. Не игнорируйте сигналы. То есть если вы отмечаете какие-то сигналы, вот о которых я сказала чуть раньше, и посмотрите, какое количество этих сигналов в вашей жизни, потому что, в принципе, люди ведут себя абсолютно одинаково. И, например, даже на этапе вот этого знакомства, ухаживания, если по отношению к вам насильник вот такой вот дружелюбный, такой замечательный, а по отношению, например, к таксистам, к официантам, вы видите, что он вдруг превращается в монстра, агрессивно себя ведёт, требует что-то. Вот не думайте, что когда-то это не прилетит к вам, потому что, ещё раз повторю, люди не меняются. Конечно же, доверяйте своим чувствам, потому что агрессор всегда будет отрицать свою вину. Он будет говорить, что виноваты вы, что всё, что делается, это делается для вашего блага. Но если вы внутренне чувствуете, что вам плохо, стоит позаботиться о своей безопасности, потому что, как я сказала, не всегда легко, вернее, вообще нелегко бывает уйти от насильника. И в данном случае не молчите. А часто люди замалчивают, потому что стыдно. Вот эти примеры я привела с Еленой и Александром. Стыдно было сказать. Александр, кстати, даже пошёл на курсы единоборства, чтобы объяснять синяки, которые у него возникают. Он стал говорить о том, что… Ну, это вот на тренировке. То есть не жена дала пиану, извините, в глаз, а на тренировке такое получилось. Не молчите. А как часто замалчивают эти истории, потому что неприлично, стыдно. Пусть ваши друзья знают об этом, пусть ваши родственники знают об этом, даже если вы находитесь в таких отношениях. Потому что, как я сказала, заставить женщину уйти от абьюзера или мужчину от абьюзера женщины, то есть практически невозможно. Если только уже не доходит до какого-то криминала, когда, например, даже начинают уже страдать дети. И вот у меня тоже была такая пара семейной терапии. То есть когда уже насильник проявил жестокость по отношению к ребёнку, женщина поняла, что вот всё, больше терпеть она не может. И здесь очень жёсткие советы я сейчас дам. У нас буквально одна минута, да, буквально осталась. Да-да-да, что насильник будет вас искать. Поэтому найдите, где вы будете жить. Заранее подготовьте в сумке документы. Если у вас нет денег, то какие-то драгоценности, которые он вам дарил. И если есть возможность, напишите заявление в полицию. И не забирайте его 30 дней. Потому что любой абьюзер боится огласки. Но я вам желаю всё-таки гармоничных отношений. И надеюсь, что вы не попадёте в тот сценарий, о котором мы сегодня рассказывали. Большое спасибо. Ирина Богачек, российский психолог-психотерапевт, была сегодня с нами на связи. Ну и до новых встреч. Надеемся уже... До новых встреч. До свидания. Всем огромное спасибо.